Так, вот наша история, наши листочки. Значит, мы остановились на… вот здесь вот мы… вот этот абзац последний, вот здесь мы остановились, то есть мы с вами почитали всевозможные рассуждения, немножко странные, там муда относительно каждого из способов приобретения женщины, деньги, документ, половой акт, были попытки каким-то образом вывести их из писания, вроде бы что-то получилось, было уточнение языка Мишны, тоже каким-то образом это все было сделано, да, и в конце последнее, то, что мы читали, это была попытка вывести один из этих трех способов якобы из двух других. Ну, и мы говорили с вами о том, что здесь возможны два варианта, да, то есть либо логика – это логика выяснение чего-то общего или, наоборот, логика в том, что каждый из этих способов обладает какими-то определенными свойствами, которые другой не обладает, и все эти свойства важны в контексте души, в контексте вот этого освещения или бракосочетания. И после этого, после того, как вроде бы вывести из двух других третье не удалось, приводится высказывание Раба Гуни. Ну, вот здесь нам переводчик пишет, смешнее было сказано, что кедушин можно устроить с помощью денег, письменных документов и полового акта, и Гемара приводит сомнения, согласно которому кедушин можно устроить также при помощи Купы. Это мнение Раба Гуни. И Раба Гуна нам говорит, ама Рабуна, Купа Куна Микаль Вахомер. То есть можно вывести то, что Купа тоже является одним из способов заключения брака, или точнее, кедушин, да, потому что про заключение брака сейчас мы как раз должны будем в этом разобраться, где оно начинается и где оно кончается. Так вот, он говорит Бекаль Вахомер. Бекаль Вахомер – это известный один из методов медраширования, да, вот более легкого к более сложным. То есть если, предположим, слон проходит в эту дверь, то мышка тем более пройдет. Вот такого типа, да, это есть Кальва Хомер. Так вот, Раба Гуна говорит, что Купа тоже является таким путем приобретения женщины по принципу Кальва Хомер. И как же он строит этот Кальва Хомер? Он говорит, он говорит так, что Коль скоро деньги являются способом приобретения женщины. А деньги не дают женщине возможность есть труму. Имеется в виду следующее, да, то есть у нас трума – это возношение. Это возношение, которое приносит любой человек, да, приносит возношение в храм Кагену. И Кагены, собственно говоря, кормятся вот этой самой трумой. Слово трума, слово легарин поднимает, да, поэтому это возношение – это хороший перевод. Так вот, все домочадцы, Кагену, они тоже питаются этой самой трумой. То есть ему приносят это, и они питаются. А те домочадцы, которые, предположим, не являются его собственностью, например, рабы, да, то есть раб взятые там взаимы и так далее, не могут питаться вот этой самой трумой. Потому что трума считается как бы обособленной едой только для Кагена и для его семьи. Так вот, если женщина находится в доме Кагена, то есть она его там дочь, да, предположим, или жена его, то она тоже может кушать вот эту самую труму. А если нет, то нет. И, по-видимому, Равуна предполагает следующее. Равуна предполагает, что у нас же как, что-что происходит, да, у нас вот этим самым кедушин. Здесь история такая тонкая. У нас есть то, что называется ирусин. Ирусин – это помолвка. И вроде бы, судя по тому, что мы читаем уже в талмадических источниках, у нас есть примерно год времени, когда после помолвки женщина продолжает оставаться в доме своего отца, готовясь как бы, собственно говоря, к свадьбе. Сама свадьба в некоторых случаях называется кедушин. Но в некоторых случаях, собственно, вот эта самая помолвка тоже называется кедушин. Почему? Потому что, на самом деле, после того, как женщина помолвлена, и это мы видим как раз в Торе, да, то есть если женщина имеет статус аруса, то есть помолвленная, то все законы, которые касаются замужней женщины, они к ней относятся, да, то есть если она, предположим, вступает с кем-то по связь, то она, значит, повидна смерти, и тот, кто с ней вступил тоже, потому что она как замужняя женщина во многих отношениях, кроме вот этого самой, этой самой трумы, то есть, например, если ее будущий супруг является Каэном, пока она находится в доме своего отца, она не может есть труму, ну, потому что она еще не вошла, как бы, в дом Каэна, она войдет в дом Каэна, когда? После Хупы. Теперь возникает вопрос, что мы называем кедушин, или что Талмуд в данном случае называет кедушин, потому что сама эта терминология, она в более поздних источниках, она начинает путаться, и можно ошибиться, где что. Если я говорю, что кедушин – это, собственно, ирусин, то есть, на самом деле, можно назвать ирусин, а можно назвать кедушин, то есть, мужчина отделяет для себя женщину. Правда, Мишнанам говорит, что, что, какими путями мужчина приобретает женщину, да, и вот это приобретение, вопрос, что это значит, то есть, она полностью является его или не полностью является, то есть, она полностью принадлежит его дому, так скажем, да, или нет. Судя по тому, что говорит Равгуна, он полагает, и, возможно, и Талмуд, потому что Талмуд не поднимает этот вопрос, и Талмуд полагает, что кедушин с помощью денег, документа, как, правда, тоже отдельный разговор, да, потому что если половая, то она, вроде бы, как уже целиком его жена, но вот это вручение ей денег или документов означает лишь отделение ее для него, она является мекудешет или мевуресет, но окончательный брак, ставится точка в каком-то смысле, да, ставится точка с помощью хупы, и вот после хупы, они уже, значит, окончательно являются мужем и жены. Ну, вот эта тонкость, да, она здесь не очень понятна, то есть, по крайней мере, вот в этом контексте, в котором сейчас мы ведем разговор, по-видимому, с точки зрения Рава Уны, это именно так. И тогда Рава Уна говорит следующее, он говорит, что вот деньги, да, с помощью денег, на самом деле невозможно придать женщине статус, есть труму. А хупа дает такой статус этой женщине. И получается, что хупа как бы сильнее, да, то есть хупа имеет вот такие следствия, когда женщина после хупы может уже есть эту самую труму, если ее мужкает, а до хупы она не может есть, тогда же получается, что деньги слабее, чем хупа, и Равуна строит вот этот самый кальвахонер, он говорит, ну, если уж с помощью денег можно приобрести женщину, то хупа тем более. Такой кальвахонер, он странный на самом деле, да, то есть сама по себе, сама по себе такая постановка вопроса, она, безусловно, странная, и сейчас Толмут сам, собственно говоря, все эти странности вскроет. И мы видели, что все рассуждения относительно того, каким образом вывести, например, документ из денег и полового акта или, наоборот, полового акта из денег и документа, получить это с помощью вот этого самого принципа, если уж так, то это тем более. Они в каком-то смысле провалились, но я в прошлый раз уже говорил о том, что, возможно, такого рода рассуждения, их не нужно принимать, ну, слишком буквально, в том смысле, что Толмут действительно хочет или Равлуна действительно хочет вывести одно из другого, а скорее можно их воспринимать то, как некое раскрытие некоторых сторон, да, некоторых сторон каждого из вот этих способов приобретения, ну, а в данном случае, в том числе и статуса Хупы, что такое Хупа. Ну, наверное, все вы знаете, что такое Хупа, да, Хупа – это вроде бы свадебный балдахин, который строится, да, и вот под Хупой, значит, тоже там есть разногласия, сначала невеста входит под Хупу приглашать жениха или наоборот. Современный, да, обряд Хупы, он такой, что там, значит, родители приводят и жениха, и невесту под эту Хупу, значит, жених там обходит невесту или, наверное, невеста обходит жениха, тоже есть разные варианты. Там же происходит чтение некоторых благословений, разбивается стакан, делается кедуш там и так далее, передается кольцо, предположим, все это делается вот с этой самой Хупы под Хупой. После этой Хупы молодожены уединяются, это уединение, собственно говоря, это и есть вот этот самый готовый акт, в общем-то, и после этого они, значит, уже окончательно считаются мужем и женой. Но вот эти все нюансы современного ритуала Хупы, они, возможно, так сказать, складывались на протяжении определенного количества времени, да, то есть у нас не то, чтобы они все зафиксированы, например, в Мишне, да, то есть Мишна не упоминает Хупу, да, этот Алмут сейчас упоминает Хупу, но само понятие Хупы у нас присутствует. Ну и сразу же, чтобы нам не было как-то слишком тяжело читать последующие рассуждения, давайте сразу скажем о символике Хупы. Что такое Хупа? Хупа ассоциируется в пророческой литературе с храмом, например, да, Сука. Сука и Хупа, они как бы взаимозаменяемы. То есть, на самом деле, Хупа – это, если это храм, да, то это, собственно говоря, вот это самое бракосочетание Бога и народа Израиля. Но судя уже по тому, что нам сейчас сказал Рагуна, у нас получается следующее, что сам процесс бракосочетания, он оказывается не одномоментный, так, по крайней мере, можно сказать, да, то есть это процесс. То есть процесс – это процесс. Есть приобретение, есть Хупа, которая ставит определенного рода точку, а до этого вроде бы есть вот какой-то такой период, когда вроде бы они муж и жена, с другой стороны, не совсем муж и жена, да, и здесь, может быть, тоже не совсем случайно появляется эта самая трума. Рума, как еда каэна, да, про народ Израиля говорится, что они каэны, да, среди народов земли, они как раз являются каэном. Ну, то есть почти сразу же, да, это не то, чтобы я беру откуда-то с Луны, почти сразу же возникают вот такого рода вопросы. То есть вопрос сразу же я переношу как бы в область метафорическую, и тогда он будет означать следующее, да, то есть вот этот самый брак между небом и землей или между Богом и народом Израиля, он осуществляется тогда, когда построена Скиния, например, да, Скиния, которая стоит в Моисея, она тоже ассоциируется с Хупой, и мы в наших занятиях, по-моему, один из таких фрагментиков видели, где Хупа и Скиния, это как бы одно и то же. Ну, а Скиния – это прообраз храма. Ну, и возникает, естественно, вопрос, да, период до этого, период, что называется, помолвки, или это период вот каким-то мнением, может быть, уже окончательный, окончательного бракосочетания, или же вот этот самый Аклупа является этой самой точкой. Это то, что нужно, по-видимому, изначально иметь в виду. Талмуд об этом нам ничего не скажет, да, но мы в каком-то смысле должны, видимо, это предполагать или, по крайней мере, держать фоном. Ну, и дальше, собственно, начинаются рассуждения, примерно такие, которые мы видели и до этого, где будут выявляться разные стороны, да, то есть, с одной стороны, вот он построил, но у нас есть возражения. У Талмуда есть возражения. Талмуда говорит так. А что, разве деньги действительно не способствуют тому, что с помощью денег нельзя получить статус человека, который ест Труму? Да, Амар Ула. Ула говорил. Двар Тура Аруса Бат Исраэлю Хэлэд Битруна. Вот Ула говорил, что Аруса, Аруса – это вот этот самый Ирусин, да, то есть после помолвки, девушка, которая помолвлена, и она Бат Исраэль, то есть она является дочью не Кагена, а простого еврея. Как только она помолвлена, она ест Труму. Ибо сказано «Шенеймар» «Некоген кикне нефиш киньян каспо». То есть в том как раз месте, в Торе, где формулируется вот этот самый закон о том, кто должен, собственно говоря, ест эти приношения, там как раз говорится о том, что Каген, когда приобретает, нефиш имеется в виду человека, переводит обычно душу, но не очень хороший перевод, здесь как раз у вас видите перевод хороший, купит человека, не стали переводить душу. Приобретением денежным его. И в соответствующем фрагменте сказано, что все то, что приобретено этим сам Кагеном, имеется в виду здесь мора, пробыня и так далее, то, что он приобрел, они являются как бы его владением, и поэтому он их может кормить Трумой. Они не являются как бы профанными потребителями этой самой Трумы. Трума – это отделенная, священная в каком-то смысле. И все те, кто принадлежат Кагену, который является потребителем этого священного продукта, они тоже могут его употреблять. Ну, а Гуна вроде бы исходил из соображений, что с помощью денег нет. То есть он вроде бы это отрицал. А теперь ему говорят, что он был неправ. А в чем смысл того, что сказано, что она не ест? Где это сказано? Это отдельный вопрос, да? То есть это сказано, видимо, в каком-то другом месте. У нас отсылки к этому месту нет. Но Гуна основывается на чем? Гуна основывается на неком талмудическом как бы законе, не на законе Торы, потому что там, собственно говоря, это все не прояснено, кроме вот этой фразы. Но он основывается на том, что помолвленное не ест трубу. И вот этот закон. Этот закон выведен так, к зира. То есть как некое дополнительное постановление. И получается, что мудрецы постановили, чтобы она не ела до свадьбы. Не потому, что она изначально не находится в статусе того, кто может есть. Она находится как раз в таком статусе. Помолвлено все. Она является в каком смысле? В полном смысле, да. Женой Каэна. И может изначально. И может есть трубу. Это по этому мнению, которое я сейчас сформулирую. Но мудрецы типа постановили, чтобы она не ела. Почему? Потому что если ей принесут бутылку вот этого вина, которая является трубой и которая нельзя пить никому, кроме священников, кагенов. А она как бы поделится с своими братьями или с отцом. И окажется, что они потребляют то, что не следует им потреблять. И поэтому на всякий случай сказали, что пусть она не ест трубу. То есть поэтому, значит, вот этот Кальва Хомер или то предложение Рава Уны показать, что купа сильнее, чем деньги, не прошло. Не прошло. Ну хорошо. Таким образом можно сказать. Ума кесов шейно гомер коне. Купа ше гомерет и на динши тикны. И другой вариант. Другой вариант. За Рава Уну уже. Или Равуна предложил другой вариант. Или за Рава Уну. Сам Талмуд предлагает другой вариант. Вот как нужно учить. Деньги, несмотря на то, что не завершают приобретение. Она еще не стала жены в полном смысле слова. Вот нам как раз об этом пишут. Все же ее приобретают. Она становится посвященной Мору. А Хупа. А Хупа завершает приобретение. И теперь, значит, все законы, да, всевозможные, на нее распространяются все законы, которые касаются ее раны. То есть теперь отец не отменяет ей обеты, как здесь действительно согласно Раши написано. Пока она находится в доме отца, если она какой-то обет решила дать, то отец может, так сказать, его прекратить это действие. Так же, как и муж может прекратить это действие. Но тут может и муж, и отец. А после Хупы отец уже не может. То есть она целиком и полностью выходит из владения отца и оказывается в владении своего мужа. То есть Хупа является вот таким завершающим действием. А деньги не являются таким завершающим действием. И поэтому Равуна говорит, Хупа тем более должна быть средством, с помощью которого, или путем, как их называют, тремя путями приобретается женщина. И вот Хупа должна представлять себя из себя, по его мнению, один из таких путей. Ну хорошо, но это не все, да. Нам говорят следующее. Что он мог говорить? А вот ведь, если мы говорим о деньгах. Деньги, они выкупают посвященное храму, вторую десятину. А у Хупы и нет такого свойства. С ее помощью ничего нельзя выкупить. И поэтому из денег нельзя вывезти Купу. Ну, когда Равуна предложил, собственно говоря, выводить из денег Купу, с самого начала было понятно, да, с самого начала нам было понятно, что деньги, и Купа это разные вещи, да. То есть Купа это определенный ритуал, деньги гораздо более многофункциональная вещь, приобретают, еще что-то делают. То есть есть самые разные действия, которые осуществляются с помощью денег. А Равуна почему-то, да, хотел сказать, что Купа в каком смысле лучше денег. Что он хотел сказать, что Купа, по-видимому, лучше денег, в каком плане. В том плане лучше, я вберу в кавычках, да, не то, что лучше, оно еще более действенное, потому что с точки зрения вот этого процесса, он говорит, с точки зрения этого процесса Купа весомее. Ну и пытается подчеркнуть, да, какие-то вещи этой самой Купы. После Купы, значит, можно кушать Труму, или Купа является решением. Но Калмут, естественным образом, да, говорит о том, что, по-видимому, да, по-видимому, вот это свойство, свойство Купы, поставить точку, это не то же самое, да, что начать этот процесс. То есть точка не сводится к процессу. Несмотря на то, что точка является завершением этого процесса, но самим процессом она не является. Это было как бы нам, ну, если бы мы так посудили изначально, то мы бы, собственно говоря, тоже пришли к этому. Но Калмут ведет нас вот таким вот странным, странным путем. Этот странный путь связан с чем? Связан с тем, чтобы ввести определенные темы. Какая сейчас, например, вводится тема, да, с помощью денег выкупают гэгдешим в маасыршини. Что значит выкупают? Выкупают как раз то, что гэгдеш – это же от слова кедушин. То есть гэгдеш – это то, что посвящено храму. Маасыршини – это тоже нечто наподобие трумы. Маасыршини тоже отделяют, да, это десятина, вторая десятина, которую отделяют от еды и передают, предположим, левитам, или есть маасыршини другого сорта для бедных. Неважно. Важно то, что это то, что отделяется от профанного, то есть получает дополнительный сакральный статус. Женщина получает сакральный статус, когда она мекудешит. И вот эти вещи тоже получают сакральный статус тогда, когда они отделяются для храма или для передачи десятины. Только с помощью денег возможен и обратный процесс, процесс десакрализации этих вещей. Купа является точкой в процессе сакрализации женщины. А деньги, нам сейчас говорят, они в каком смысле сильнее. Почему? Не просто потому, что денег гораздо больше самых разных функций, а в том числе потому, что она с помощью денег можно осуществить как сакрализацию, так и десакрализацию. И поэтому сравнивать деньги с хупой – это не совсем правомерная вещь. Но на самом деле Талмуд не успокаивается. Талмуд говорит следующее. Ну, тогда давайте обратимся, как бы говорит Талмуд, давайте обратимся к половому акту. То есть сначала нам говорят, что подожди, подожди. Половой акт тоже не такая вещь, которая определяет сакрализацию, и десакрализацию полового акта, нет таких свойств. И тем не менее, это является путем осуществления кедучин. Поэтому давай, может быть, тогда обратимся к этому, и тогда не нужно говорить, что хупа не может этого совершить, раз уж половой акт совершает и не имеет кого-то другого свойства, как у денег, то, может быть, и хупа тоже. Но кому приводит, как бы, некое свойство, свойство полового акта, которое не распространяется на хупу. Мали би яши кэн куна бэйвама. То есть, ну, половой акт, например, это то, что с помощью чего приобретается Ивама. Мы уже много раз ее встречали, да, Ивама. Это женщина, которая ожидает ливератный брак, и она не приобретается с помощью денег на документы, да, то есть она, по сути дела, ожидает, собственно говоря, от брата умершего, то, что тот ее возьмет в жену. Это продолжение тех несуин, то есть этого брака, который уже был заключен. Брат, который вступает вместо своего умершего брата, просто занимает его место и восстанавливает, как бы, его семьи. И вот половой акт – это и есть приобретение этой женщины братом. И, собственно говоря, для Ивамы, как нам там он говорит, я вернусь к Мишне. В Мишне это сказано, да. Ивама приобретается с помощью полового акта, это в Мишне говорилось в самом начале, и приобретает себя, либо с помощью вот этого ритуала, который называется «Халица», снятия ботинка с этого, то есть она, типа, отказывается, и она его по зоре снимает ботинок, и она свободна, или в результате смерти этого Ивама, то есть смерти человека, который должен взять ее в жену. И вот теперь, значит, нам Талмуд говорит, что если ты хотел попробовать опровергнуть, возможность вывести каким-то образом хупу, из денег вроде не получилось, потому что деньги и сакрализируют, и десакрализируют, а хупа нет, то можно обратиться к половому акту, который тоже не имеет вот этой двоякой функциональности. Но теперь на это нам говорят, что да, не имеет, но зато имеет вот такое свойство. Какое свойство? Свойство распространяться на вот эту самую, на либератный брак. То есть либератный брак, либератный брак осуществляется только с помощью, то есть один путь остается, нет ни документа, ни денег, а есть только один путь, с помощью которого приобретается женщина, ожидающая либератного брака. Это, собственно говоря, вот путь полового акта. Чего не скажешь о хупе. Хупу не ставят, да, ювамы не ставят хупу. И тем самым получается, что ничего не получилось, то есть не получилось ничего доказать. Но опять не успокаивается Талмод и говорит, «Кейсов Йохиах». Когда деньги все-таки докажут, что можно посвятить женщину тем же способом, которым не приобретают юваму. То есть деньги – это тоже не то, что приобретает юваму. И вот получается, что, ну, хорошо. У полового акта есть свойство такое. У денег есть другое свойство, что они как бы и сакрализируют, и десакрализируют. А половый акт распространяется только на юваму. Ну, хорошо. То есть я могу либо использовать аргумент, который касается одной стороны, либо аргумент, который касается другой стороны. Ну, и вроде все возвращается. Возвращается вот эта попытка Равауны вывести все-таки Хупу как способ заключения брака. Но на это Талмод отвечает. Это стандартная формула. Лор и зе, кир и зе. Лор и зе, кир и зе. То есть это не выглядит как это, и это не выглядит как это. То есть и деньги, и близости не похожи друг на друга. Они разные. И с помощью денег там делаются какие-то одни вещи, с помощью полового акта какие-то другие вещи делаются. Но так или иначе, у них есть общее нечто. Но то, что общее у них есть, это то, что они что-то приобретают. С помощью них можно что-то приобрести. Ну, хорошо. И, в частности, вот здесь в вопросе приобретения женщины, они как раз являются средством приобретения. Ну, так хорошо. С точки зрения Равауны мы могли бы сказать «Афа-не-ави-хупа». Ну, хорошо. Я приведу тогда хупу. Я выведу из них хупу. Потому что она тоже приобретает. Ну, в своем как бы контексте. Делая несуин. Несуин – это окончательный брак. Когда девушка помолвленная, окончательно становится женой. То есть, вроде бы, вернулись. Вернулись к чему? Вернулись к возможности вывести хупу. Теперь уже не на основе денег и не на основе полового акта, а на основе того общего, что есть и там, и там. Вот Женя спрашивает. А в течение какого срока брат умершего должен взять в жены его жену? Есть ли такой срок? Можно ли, чтобы пришли в месяц, а года, пока он ее не приобретет? Ну, я, честно говоря, не помню сейчас. Не знаю. Можно посмотреть, есть ли какие-то ограничения по сроку. Я не помню каких-то ограничений. Вот у нас есть книга Рут, где, собственно, это происходит. Сколько там времени прошло, не очень понятно. После того, как умер муж Рута, они, значит, вместе со своей кровью пришли. Землю Израиля. Там в земле Израиля появился этот Боас. Ну, в общем, сколько там времени прошло, не очень понятно. Есть ли ограничения? Сказать сейчас не могу. Но вернемся к нашей истории. То есть, что получилось? Получилось, что? Что вот этот сам способ рассуждения, да, способ рассуждения, который мы здесь видим, он выглядит как некие логические рассуждения. При этом, на самом деле, логика здесь так себе. То есть, в каком смысле формальный силогизм строится, конечно, да, и есть некое свойство, которое, да, определяет. Вот свойство, присущее А, оно должно быть присуще и Б, потому что А обладает, значит, такими и такими-то свойствами, и вот одно из них, оно должно быть присуще Б, потому что так формально выглядит это рассуждение. При этом назвать это логическим рассуждением очень сложно, потому что изначально сопоставляются вещи, которые, ну, в каком смысле не очень-то и сопоставимы, да, то есть, они разные. И то, что они разные, это совершенно очевидно, без того, чтобы каким-то образом, да, устраивать какой-то пилпуль и так далее, для того, чтобы понять, что они разные. Но я еще раз повторяю, да, что Талмуд в каком-то смысле, рядиться вот в эти рассуждения, и они, как вы видите, могут, конечно, и голову заморочить, может, голова закружится, а это не это, это не то, так не так, всяк не так. Это докажет, это докажет, да, то есть, они выявляют какие-то стороны тех или иных вещей, да, которые вроде бы мешают, а за другой стороны, может быть, помогают. Вот у нас что произошло. Значит, деньги и половой акт разные вещи, у них разные есть функции, и нам говорят, ну, есть что-то общее, что общее? Общее – это возможность приобретения, в принципе, принципиальная возможность приобретения. Ну, хорошо, тогда и ХУПА тоже, на самом деле, можно ее считать определенным способом приобретения, поскольку все-таки что-то происходит, да, во время ХУПЫ происходит что? Происходит окончательное перемещение женщины в обладение ее мужа. Но Талмуд продолжает, да, продолжает вот этот квази-логический, у нас был, у нас была квази-филология, у нас была квази-герминевтика, теперь у нас квази-логика. Талмуд продолжает эти квази-логические построения, еще раз подчеркнул, с моей точки зрения, не потому, что это реальные рассуждения о том, как что вывести, а это способ прояснить какие-то аспекты, да, вот, аспект, например, денег, мы сформулировали проясненный аспект денег, да, изначально, мы могли бы о деньгах думать как угодно, да, вот в этом контексте, после этих рассуждений, мы понимаем, что, когда речь идет о деньгах, то речь идет в данном контексте, в контексте брака, да, бракосочетания, речь идет о возможности сакрализации и десакрализации, да, то есть деньги являются чем-то, что обеспечивает, может обеспечить это и другое. Половой акт не может этого обеспечить, а половой акт обеспечивает в каком-то смысле это движение в одну сторону, но половой акт является в каком-то смысле уникальным, уникальным для чего? Для вот этой самой женщины, которая ожидает ливератный брак. Ну, вернусь к той мысли, которую я уже говорил на метафорическом, почему вообще здесь важна эта сама и ваома и почему важен ливератный брак. Ведь у нас есть такая идея, как смерть, смерть мужа. Если мы переходим на метафорический уровень, смерть Бога, это Ницше, да, вряд ли внутри этого мода думали в этом направлении. И с моей точки зрения, то, что можно предложить как метафорику лежащую за этим, это некий образ, да, это некий образ, образ Бога, который, собственно говоря, создается этой самой невестой, то есть общиной Израиля. И этот образ исчерпывает себя, он умирает. Тогда другой образ возникающий должен, собственно говоря, занять его место. И в этом смысле, если говорить о вот этой самой гибели образов, то в каком-то отношении народ Израиля все время находится в состоянии этой самой ожидающей ливератного брака, да, то есть после первого бракосочетания, если эти образы меняют один другой, то в общем оказывается, что это все время ливератный брак, то есть родственный образ должен в каком-то смысле овладеть народом Израиля. И это овладение, оно называется, называется бия, то есть вообще-то говоря, буквально лаво это прийти, то есть войти, то есть вхождение, то есть бия буквально, мы это переводим как половак, но вообще-то говоря, это вхождение или приход, так можно было бы это перевести, если буквально, но это эвфемизм, естественно, но эвфемизм, который имеет и этот буквальный смысл, он в каком смысле сохраняется, ну, на русском тоже есть выражение войти к ней, то есть он вошел к ней, что-то в этом роде, то есть здесь примерно то же самое, так вот вот это свойство, это свойство прихода, входа полового акта, оно является его уникальным свойством, то есть после в каком-то смысле первого бракосочетания дальше есть только один способ, то есть вот этот самый приход, другого способа нет, и хупа в этом смысле не играет такой роли, потому что хупа тоже является чем-то, что может существовать достаточно долго, если мы говорим, что хупа это храм, хупа это скриния завета, но хупа ставится как символ начала отношений, пусть у нас начало отложено, есть начало отношений, когда происходит ирусин или кедушин, есть полностью полнота отношений, полнота отношений фиксируется вот этой самой хупой, но сама хупа дальше, она перестает играть функцию возобновления этих отношений, а вот бия, то есть приход или вход, это как раз то, что имеет вот эту самую функцию возобновления отношений, несмотря на условную смерть или гибель или какую-то деструкцию, то есть деструкция восполняется только этим половым актом. Все то, что я сейчас сказал, теоретически можно было бы просто так и сказать, но об этом тоже много раз говорили, но Талмуд не говорит таким образом, не говорит так, как вот я сейчас все сказал, он говорит вот таким вот способом, который, ну, от которого начинает рябить в глазах, который раздражает, наверное, да, я вот так думаю, что по идее это должно раздражать вот эти выявления, да, это не то, это не, ага, давайте все-таки снова, и так далее, но за счет вот этого такого квазиологического кручения у нас возникают вот эти самые концепты или возникают не сформулированные, не до конца сформулированные и неопределенные, это очень важно для Талмуда, чтобы они оставались неопределенными, да, ну, даже не концепты, да, образы концептов, такие, тени этих самых концептов, да, потому что концептуальные мышления с точки зрения мудрецов Талмуда обладают некоторыми негативными характеристиками, видимо, да, это тоже моя как бы догадка, почему они не используют концепты, а используют такое, как бы, способы, разные способы осветить эти концепты, либо с помощью квазифизиологии, либо с помощью квазигерминевтики, либо с помощью квазилогики осветить вот эти аспекты так, чтобы они как бы прояснялись, но мерцали одновременно, потому что я назвать его толком не могу, хотя я сейчас попытался это сформулировать, да, но эта формулировка, если это выразить таким образом, она может оказаться губительной, потому что концептуальное мышление, да, оно в каком-то смысле нас ограничивает, концепт высыхает, а вот эти самые условные фонарики, которыми они пытаются это осветить, они остаются на месте, да, и правда, естественно, что это чревато чем? Это чревато тем, что я вообще потеряю, да, то есть я могу потерять, собственно говоря, то, что они высвечивают, это с легкостью я потеряю, но если я теряю, это я сейчас за них домыслив, да, если я теряю, то ну и ради бога потерял, и значит ты немножко в стороне, а тот, кто не теряется, сосредоточен, да, об этом мы не скажем, да, прямо не скажем, скажем криво, и вот это криво говорение, не прямо говорение, да, оно как бы продолжает свое кружение, движение, вот Гемара говорит, ну хорошо, ну хорошо, вот есть другое общее у денег и и полового акта, кто-то на это скажешь, а что общее, да, общее, шакен гана тан меруба, то удовольствие от них довольно-таки значительно, и если мы этот общее свойство и того и другого открыли, то возникает вопрос, почему ты взял то общее свойство, что они покупают, в данном случае, да, что ими с помощью денег и полового акта что-то приобретается, а не взял вот это другое общее их свойство, которое касается большого удовольствия, ну здесь перевели, как получают весомую пользу, ну на самом деле здесь гана, а там гана, а это удовольствие, и от того, и от другого, удовольствие, и от денег, и от плавалак, на это Талмуд говорит Штар Йохи видите, что Талмуд у нас же было высказывание Рава Гуны, Рав Гуна сказал, что он может Прохопу что-то доказать, этого Рав Гуну опровергли, и потом Талмуд начинает что делать, Талмуд затем начинает сам с собой в каком смысле играть, что сейчас происходит, это неатрибутированные высказывания, не то, что он какой-нибудь Папа или Рав Гуна и так далее, это просто рассуждение самого Талмуда, который играет своеобразный пинг-понг, тынг-тынг-тынг, а если так, то так, а если так, то так. Ну хорошо, значит, если мы выявляем это в общее свойство, а мы говорим Штар Йохи тогда документ докажет, что документ докажет, потому что от документа нет никакого удовольствия, значит, тогда на самом деле это не то, что является общим свойством тех вещей, с помощью которых приобретается женщина, то есть если бы я сказал, что женщина приобретается с помощью вещей, которые несут себе большое удовольствие, то документ докажет, что это не так, потому что документ никакого удовольствия не приносит, и тогда на самом деле ЭКУПА может быть тоже не приносит, и поэтому, собственно говоря, вот это общее свойство, общее свойство денег и полового акта с точки зрения удовольствия, оказывается второстепенным для нашего разговора. Ну, хорошо, но если документ доказывает, он говорит, ну, а лишь старшек и мусибы в Исраиле. Но на самом деле у документа есть и другие свойства, какие другие свойства, то есть он может выездить из брака. Здесь сказано Бат-Исраиль. Вы видите, что переводчик что говорит? Переводчик говорит дело керушин, то есть развод, но такого свойства нет у КУПЫ, поэтому она не годится для гедушин, то есть у ШТАРа есть еще дополнительные свойства, что с помощью документа можно развестись, а с помощью КУПЫ развестись нельзя. но поэтому как бы ХУПУ сюда невозможно прицел купить. Здесь немножко странно то, что сформулировано это как Б-Ват-Исраиль. Бат-Исраиль. Бат-Исраиль на самом деле у нас выше бывает сочетание. Бат-Исраиль буквально дочь Израиля, и здесь переводчик написал еврейскую женщину, все правильно, но выше, когда говорилось Бат-Исраиль, имелось в виду, что это дочь простого еврея, а не Каена. Она тоже была названа там Бат-Исраиль, потому что есть Бат-Каен, то есть дочь священника, которая ест труму, есть Бат-Исраиль, которая не ест труму, если только она не выйдет замуж за Каен. Поэтому сама по себе формулировка немножко настораживает, но сейчас не буду за это цепляться, потому что в принципе надо было бы просто сказать Шекен Мо Ци, до этого так и было, с помощью которого с помощью документа можно развестись, можно вывести из брака, а не только ввести брак. Ну, и на это Гемара отвечает, ну, хорошо, но Кесев убияю Хиху, тогда деньги и полага докажут, что можно посвятить женщину даже тем способом, который не годится для развода, потому что ни деньги, ни близость не обеспечивают развода. Ну, и хорошо, тогда мы возвращаемся назад, значит, вот это свойство, а именно способность вывести за пределы брака. И здесь мы можем задуматься о том, является ли документ аналогом денег. Мы сказали, что деньги могут, на самом деле, это инструмент сакрализации и инструмент десакрализации, а документ это инструмент, с помощью которого можно заключить брак и, так сказать, развестись. Заключение брака и развод является ли аналогом сакрализации и десакрализации или нет? Уже если да, то тогда деньги и документы они как бы являются чем-то более-менее одним и тем же. Но на самом деле, видимо, здесь речь идет о другого рода ситуации, то есть развод это не вполне десакрализация. Например, выкуп вот этих самых гэгдышев, то есть выкуп того, что посвящено храму, является действительно полной десакрализацией. То есть если вещь посвящена храму, я могу выкупить и она становится обычной профанной вещью. теперь, что касается женщины, то здесь происходит следующее. То есть тот момент, когда она выходит замуж, она мэггдэшит, то есть она в этом смысле, она здесь есть тоже процесс сакрализации определенный, то есть так же, как гэгдэш, она отделена, она отделена для этого конкретного мужчины. А когда она разводится с ним, то она становится свободной, мы могли бы сказать, что она оказывается как бы действительно в каком-то смысле аналогом профанном. Но это не совсем так. Почему это не совсем так? Потому что на самом деле она оказывается в ситуации, когда, например, она уже не может выйти замуж за Каэну. Каэну запрещено жениться на разведенной женщине, на вдове. Поэтому то, что здесь прозвучало Бат-Исраэль, оно в каком-то смысле важно. То есть это нечто, ну, как бы разрыв союза, который является не просто десакрализацией какой-то, а является действительно неким понижением статуса. То есть в каком-то смысле с помощью документа можно как бы статус повысить, ну, и можно статус понизить. Понижение статуса это вот этот самый статус разведенной женщины. Это не то же самое, потому что то, что происходит с Гэгдешем, там ничего не меняется. То есть я посвятил какую-то вещь храму, она священная принадлежит храму. Я ее выкупил, она может дальше функционировать совершенно нормально, так же точно, как она функционировала до посвящения храму. С женщиной этого не происходит, да, с помощью документа она становится женой, с помощью документа она становится разведенной, но разведенная женщина это не то же самое, что женщина тоже нет, да, то есть у нее с ней что-то произошло, она каким-то образом изменилась, и этот самый развод это в каком смысле гораздо более сильное действие, чем десакрализация. это общее рассуждение, да, нам говорят, что деньги и близость доказывают, что не это важно, важна невозможность вот такого рода изменения статуса, и все, мы приходим к прежнему выводу, выхазар один, и мы снова приходим к выводу, что хупа может тоже служить инструментом заключения брака. Но Талмуд говорит следующее, так же, как и в прошлый раз, лор и зекир и зе, лор и зекир и зе, то есть это выглядит, то есть это не похоже на это, а это не похоже на это. Очень часто в Талмуде эта формула произносится. То есть каждый из этих способов не похож на другой. Ну и наш переводчик в переводе Араши говорит, а именно в документе нет вещественной пользы, которая есть в деньгах и близости, а с другой стороны деньгам и близости нельзя сделать развод, а документам можно. То есть как видим они годятся для кедушин не из-за этих свойств. А эти свойства мы пытались приписать чему? Мы пытались приписать тому, чем обладает или не обладает хупа. А что же общего между ними? Общее у них только то, что они приобретают в данном случае. То есть с помощью этих свойств получается женщина приобретается. в то есть именно здесь в нашем разговоре приобретение женщины. Хорошо, я тогда могу привести хупу и так же я выведу из них хупу, то есть скажу, что она тоже приобретает. Когда она приобретает? Ну, она делает приобретение женщины окончательно. И вроде бы как мы снова вернулись к возможности приобретения женщины с помощью хупы. Но следующее возражение. Ума ли отца дошавэши баэм шекен ешнан бааль каха. Что ты скажешь насчет общего свойства, которое у всех этих способов есть? Что они могут действовать независимо от желания женщины? Как они независимо от желания женщины? Что значит независимо от желания женщины? Женщину невозможно приобрести без ее желания. То есть я не могу сказать женщине все, я тебя бегу. Нет. А что? А то, что например, но если я с помощью денег приобретаю рабыню, то есть отец девушки может без ее согласия за деньги передать ее в рабыню. Это другая история, вроде бы, мы могли бы сказать. Но я подчеркиваю, что это одно из свойств денег. То есть можно с помощью денег приобрести рабыню независимо от ее желаний. А с помощью полового акта, где же нет желания, ну например, вот та же самая Ивама, то есть та женщина, которая ожидает левератного брака, ее желания не спрашивают, не спрашивают, хочешь ты замуж за вот этого брата или не хочешь ты замуж за этого брата, то есть ей может не нравится этот брат, но так или иначе он может в каком-то смысле без ее согласия с ней совершить половые акты и она станет его женой. А что касается документа, документом можно естественно не приобрести женщину, но развести женщину как раз можно независимо от ее желания, она может не хочет разводиться, а с помощью документа я могу развестись. То есть на самом деле что делает Талмуд сейчас, он подчеркивает те свойства, которые не касаются как раз нашего разговора о приобретении женщины. Они говорят, что у денег, у документа и акта есть другие какие-то истории, то есть какие-то другие законы, где они действуют независимо от согласия женщины насильно. То есть они действуют насильно. А хупа насильно как бы не может действовать вообще. на это нам говорят Равлуна, который собственно и сказал, что можно с помощью приобрести его. Он мог бы сказать следующее. то есть деньги во всем, что касается брака, нет такого, что деньги без согласия. То есть на самом деле все эти выявленные свойства, смог бы сказать Равлуна, они не касаются собственно приобретения женщины, поэтому не морочите мне голову. И значит все-таки можно хупу вывести. но тогда приводится другая сложность на мнение этого самого Рава Луны. Амар Рава, теперь уже атрибутированное высказание. Рава Луны. Я могу два ответа дать Раву Луны, чтобы опровергнуть его точку зрения относительно того, что хупа тоже может служить путем приобретения женщины. Приводит два возражения. То есть мы получается завершили вот этот как сказать этот сложный вираж Талмуда, который начался с высказывания Рава Луны, который сказал, что он может вывести хупу как четвертый путь приобретения женщины с помощью Кальва Хомер, с помощью вот этого правила Кальва Хомер. Талмуд сам без Рава Луны поиграл в это. Сначала так, и сяк, и с денег. Нет, может быть, и с денег вместе с плавомах, может, из документа, может, и все три и каким-то образом можно присоркупить. Так или иначе, вроде бы, пришли к тому, что нет, можно найти какие-то вещи у всех трех способов, которые нет у Купы. Рава Луна мог бы, как говорит Талмуд, с точки зрения Рава Луны, то есть не сам Рава Луна, а сам Талмуд с помощью Рава Луны мог бы сказать, что нет, все равно не получилось опровергнуть окончательно. И тогда вступает Рава и пытается дать ответ, почему мнение Рава Луны не годится. И он говорит так, хада дешалош, это первый ответ. Хада дешалош, нам, веар болот нам. То есть, мы учили три в Мишне, то есть, по тремя способами приобретается с женщиной, а четыре мы не учили, там не было четыре. Ну, хорошо. Веод, еще один аргумент. Клум хупа гумерит эла ледэй кедушин. Разве хупа является завершающей точкой не благодаря кедушин, а кедушин это первоначальное освещение, то есть, если бы не было первоначального освещения, то хупа сама по себе бы ничего не значила, говорит нам Рава. Получается, что хупа она является как бы следствием, она является тем, что завершает вот этот самый процесс. А процесс был начат кедушин вот этими тремя путями. Вехи гамринан хупаши ло ледэй кедушин ми хупаши алья дэй кедушин. Разве можно хупу, которая была сделана без помощи кедушин, выводить по принципу, тем более, из хупы, которая была сделана при помощи кедушин. То есть, из случая, когда кедушин предшествовали к хупе. То есть, у нас все эти случаи, да, когда кедушин предшествовали к хупе, а можно ли теперь, собственно говоря, говорить о том, что хупа сама по себе приобретает. Это два возражения рау. Значит, первое возражение какое? Первое возражение в Мишне учили, да, в Мишне учили три, в Мишне учили четыре. А второй это то, что хупа является завершением процесса, и без этого процесса не было бы и хупы. невозможно говорить о хупе, как о начале, собственно говоря, процесса, да. Опять же, да, давайте слегка плечемся, да, на метафорический уровень, получается, что скиния, храм, там, и так далее, это нечто, что является какой-то точкой определенной, завершающей, да, то есть, к этому подводят. Невозможно с этого начать. Невозможно начать со скини, невозможно начать с храма. К этому нужно привести, и вот то, что приводит к этому, это вот эти три способа, ну, штар, да, мы говорили, что документ, это как бы дарование торы, половой акт, это тоже дарование торы, там происходит это, собственно говоря. А вот что касается денег, то здесь у нас метафорика хромает, да, потому что что означает, что с помощью денег народ Израиля приобретается Богом, да, что является, собственно говоря, метафорическим аналогом денег, мы пока не прояснили. Это у нас вопрос, да, который мы надеемся, что каким-то образом будет прояснен в дальнейшем, но хупа, да, как следствие, собственно говоря, вот этих завязавшихся отношений, скажем так, да, не может служить началом этих отношений. Это, собственно говоря, то, что сейчас как можно обобщить, да, это самое возражение правой. Ну, теперь Алмут объясняет мнение Равауны, Амарле Равуна, сказал ему Равуна, Гадыке Амрат Гимелтнан Ведалит Лотнан Таня Милта Дехтива Бегедия Катаны Говорит, ну, насчет того, что три или четыре это вполне можно объяснить. Объясняет это Абай, постоянные оппонент Равы, не сам Равауна объясняет, а Абай вместо Равуны объясняет, как можно было мнение Равауны защитить. Он говорит, можно было защитить очень просто. Когда мы говорим три, тремя путями женщина приобретается, имеется в виду только те вещи, о которых упоминается в Торе. то, что не упоминается в Торе, Мишна не упоминает. Но это не значит, что нет других способов. То есть есть вещи, которые упомянуты в Торе, есть вещи, которые не упомянуты в Торе, выведены с помощью предположим этого самого Кальва Хомера или еще каким-то образом. Но это то, что может ответить на первое возражение Равы. А то, что касается второго возражения, он говорит так. А то, что ты говоришь по поводу того, что Хупа завершает на самом деле тот процесс, который был начат этим с Равху Душин, то Раву на Раву говорил еще вот такую вещь. Раву по-прежнему можно было бы за него сказать или возможно что он говорил действительно еще один вариант про сопоставление денег и купы. Он говорил следующее. Есть ли деньги, которые на самом деле после денег не завершают бракосочетание? Что значит не завершают? То есть деньги не могут служить вот этой точкой, точкой поставленной в процессе Кедушины, если это у нас процесс. То есть а деньгами этот процесс не могу закончить. Он дает деньги для того, чтобы вывали Кадеш. Говорит она Кадешет. Мы помним деньги кому идут? Деньги идут отцу. И она в доме отца пребывает. А потом у нас должно быть в каком-то смысле восхитательный знак. Все, теперь все закончено. Так вот деньги в этом случае как точка. Они служить не могут. А Купа как раз может. Купа завершает то, что начато деньгами. И Равлуна пытается построить вот этот Кавлехов. И поэтому говорит он Купа мощнее, потому что Купа завершает. Если Купа завершает, то неужели она не может приобрести? Потому что завершение, например, у денег нет такого свойства завершить этот процесс. А у Купы есть такое свойство завершить этот процесс. Поэтому Купа должна наверное быть способом для того, чтобы начать этот процесс. Говорит нам Равлуна. И на этом собственно говоря геморр останавливается. Нет возражения. есть типа Равлуна в каком-то смысле мог бы остаться при своем мнении, которое заключается на метафорическом уровне в том, что можно было начать с храма и со скиней. Почему нет? То есть мы могли бы сказать по логике, то есть храм и скиня это некая точка, некое завершение вот этого всего процесса, который называется кедушин. Равлуна говорит, что нет, она могла являться и начальной точкой, начальной точкой в каком смысле, ну не знаю, там храм сразу с небес, опс, вот вам храм, начинаем, давайте, или скиня. Собственно говоря, скиня строится каким образом? Скиня строится по указанию Бога, Бог говорит, вот возьми Бецалеля там и так далее, да, Мессеев говорит, и давайте стройте скиню, я вам покажу как. Он показывает, что нужно сделать и вот они, собственно говоря, ее и создают. И в общем-то, в каком-то смысле, да, это ну такой схема, переданная с небес того, что нужно сделать. Хотя делается это вроде бы руками людскими, но делается по лекалам, которые были спущены с небес. И вот Луна считает, что, собственно говоря, такого рода акт, что ли, да, построение этой самой скини вполне мог бы начать эти взаимоотношения. Это все в каком-то смысле это действительно говорится на той же самой горе Синай, говорится Моисея. Теперь в итоге, да, с каким мы выходим остатком из вот этого прекрасного, на мой взгляд, а может быть, наоборот, раздражающего пинг-понга, который нам устроил здесь Талмук. Мы выходим, еще раз подчеркну, не с тем, что, хорошо, Равуна считает так, можно считать иначе, есть две точки зрения, либо это завершающая точка, либо она может служить началом отношений, но важно для вот всего этого рассуждения, видимо, не это, а то, что было выявлено, то, что было выявлено как свойство вот денег, документа, полового акта и хупы в том числе, да, хупа, в принципе, что такое хупа? Хупа – это, ну, покрытие, да, это некое, так называется, да, строится хупа, она как бы нечто покрывает, укутывает, и свойства хупы, мы видели, да, что она отличается от тех свойств, которые, которыми обладают деньги, акт, документы, но то, чем она точно обладает, да, она обладает вот этим самым свойством в данном контексте, да, свойством завершения, да, то есть постановки вот этого самой точки, и мы могли бы сказать, что это изначально понятно, но изначально, может быть, и не очень было понятно, да, что такое хупа. Хупа – это окончательный знак окончательного бракосочетания, да, то есть перевода невесты в дом в дом ее жениха, мужа, и так далее. Ну, хорошо, если есть вопросы, пожалуйста, мы дальше пока не двинемся, там у нас другая тематика начинается, мы пока остановимся на этом. Если есть вопросы, пожалуйста. Такой вопрос. Вот я все-таки эту иерархию не очень-то ее могу выстроить пока что. Ну, если сходить из старых, то там сказано, что возьмет он женщину, станут они одной плотью, да, то есть это есть муж и жена. То есть, по идее, главная задача это родить ребенка, продолжить человеческий род и так далее, и так далее. То есть, это должно было быть фундаментальным, в принципе. Но поскольку сказано, мне кажется, именно то, что он сначала ее возьмет, то есть, это смо взять и она здесь приобретение. Теперь мне непонятно, хупа, она как бы сама по себе что она значит? То есть, может быть, кедушин без хупы? То есть, если я говорю, ты мне предназначен, даю ей монетку, этого достаточно, или в хупе происходит или вручение этого штара, и все, тогда это все кедушин объединяется в одно целое. То есть, хупа, это чисто технический момент, никакого значения не имеет этот шатер. Вот, я не пойму, собственно говоря, как это все выстраивается в конце концов. Как раз дальше Талмут об этом будет говорить. Я в самом начале сказал, что здесь действительно есть некая неясность, то есть, неясность этой самой роли. Это потом, значит, понятно. Да, но роль, которую как бы приписывают хупе Равуна, ну и вот в этом нашем сегодняшнем фрагментике, ей приписывается вот эта самая роль завершения. Действительно, есть вопросы. Что он подразумевает под хупой? Кедушин или просто сам шатер? Подразумевается сам шатер. Подразумевается, сам шатер, который что делает, он ставит точку в этих отношениях. То есть, кедушин превращается в Несуин. Это потому что аналогия с храмом. Это главный тот момент. остальное это... Да, на мой взгляд, это главный момент. Потому что вопросы, безусловно, есть. Например, приобретение женщины с помощью полового акта не предполагает каких-то дальнейших, так сказать, действий. Вроде бы, да, с точки зрения логики. Вот она уже его жена. Она его жена. То есть, является ли, считает ли Павлуна или те мудрецы, которые здесь с нами играли, считают ли они, что после того, как мужчина овладевает женщиной, она становится его невестой, не женой, а еще невестой, возвращается в дом мужа, там находится какое-то время, а потом осуществляется хупа, как, собственно говоря, подтверждение этих отношений, это как бы отдельный вопрос, который, надеюсь, у нас прояснится со временем. Но определенная неясность, имели вы правы, здесь есть, да, то есть, либо хупа, это, собственно говоря, вообще все, все это вместе взятое, да, где передается кольцо, там и так далее, и тогда, собственно говоря, действительно, нет никакой разницы между самим процессом и вот этой завершающей точкой, или это все-таки различные вещи. В данном фрагменте они были обозначены как различные. Ну, понятно. Ну, еще то, что есть вопрос там с Коином, то есть, для Коина важно, что она именно в доме Коина, тут как бы немножко вдруг перестраивается как бы акцент, мне кажется, то есть, она здесь какие-то души... Нет, там был аргумент в том числе, что если он передал деньги, она невеста, как раз нам сказали, что она теоретически уже является, так сказать, домочадцам Коин. Они не дают ей возможность кушать Труму только из-за каких-то соображений, что она может поделиться с братьями, с отцом, и тогда... Ну, если она обретена только по имактам, этого достаточно, чтобы есть Труму Коина? Да, даже деньгами, то есть, он передал и деньги складывал, подошли, все, она может есть Труму. Ну, хорошо. Да, Илья? Да, действительно, про ХУПУ очень много вопросов возникает, просто на таком бытовом уровне, кажется, вот мы что-то такое совместное возвели, они туда жених и невеста вошли, и завершили, и кажется, что они должны жить под ХУПУ, но они по ней не живут, то есть, это больше акт, чем какое-то состояние, которое будет в будущем, правильно я понимаю? Ну, да, естественно, естественно, то есть, если говорить про метафорику, да, то есть, храм существует, и вот мы, типа, все время под ХУПУ, здесь просто время сжимается, естественно, да, то есть, это, собственно говоря, рассматривается как момент, они не живут все время, естественно, муж с женой не живут все время под ХУПУ, но они как бы под ХУПУ, А, ну, то есть они как бы под ней остаются. То есть хупа – это покрытие, да? То есть вот они типа под одним одеялом. Да, и второй вопрос связан с метафорикой. Храм у нас может разрушаться, строить, но мы так или иначе знаем, что все будет хорошо. А жена может уйти, муж может уйти. Жена не может уйти. Ой, я оговорился, да, извиняюсь. Ну, в общем, есть процедура. Муж может прогнать. Да, 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 процедура разрыва брака. И как будто бы нам не гарантировано, что все будет хорошо. То есть здесь как бы нет такой параллели в этой метафорике. То есть мы вроде как начали жить под хупой, а потом оп, и что-то у нас сломалось. И как бы, ну, в жизни у нас, то есть получается, если метафору простраивать, то в жизни тоже так может быть. То есть финал может быть и не... Может быть в жизни такой финал, когда мужчина возвращает свою разведенку. И мудрецы Талмуда как раз говорят, что он тем самым спасает мир. Понятным причинам, потому что эта метафорика вот работает таким образом. А то, что касается того, что все будет хорошо, это оно, конечно, надежда на то, что все будет хорошо. Но в принципе, может и нет. То есть если он спасает мир, то как бы он следует закону логики и прекрасному порядку вещей. А если он ее прогоняет, то это как бы нарушение получается этого прекрасного... Нет, это не совсем нарушение, потому что вопрос относительно того, в каком статусе, например, находится народ Израиля в данный момент. Он находится в статусе разведенки или в статусе невесты? То есть с точки зрения пророческой литературы, у нас в будущем нас снова вернут невесты, там, то, все, пятое, десятое. Но пока это состояние развода. Ну и естественно, что есть, так сказать, надежда на то, что, опять же, основываясь на пророчестве, что все будет хорошо. Но она такая, да, то есть об этом можно рассуждать. А репрезентация этого на уровне, как бы, жизни человеческой, она может не закончиться возвращением, естественно, да. То есть, собственно говоря, остается вот эта модель развода. Ну, в любом случае, кажется, что пока мы живы и разведены, есть надежда, что муж с женой воссоединятся. И мы как будто бы, если он спасает мир, то всегда есть как бы пространство для этого спасения. Ну, да. Можно я вопрос задам? Вот с точки зрения мудрецов, которые беседуют на эту тему, ну, как будто понятно. Они трактуют, они решают личную задачу познания, решение проблем. Вопрос сложный для меня в понимании того, какую евристическую или практическую ценность для редактора, который внес это в Талмуд, это рассуждение. То есть, что он, в чем смысл его работы, почему именно этот отрывок включен там и так далее. Может быть, он есть какой-то евристический или практический смысл? А может быть, они ждут Урия Гершовича, чтобы этот смысл написали для Урия Гершовича, чтобы он этот смысл раскрыл? Ну, Марк, что здесь можно сказать? Я думаю, что про евристические какие-то наития того, кто, собственно говоря, это строил, можно сказать примерно то же самое, что и про евристические наития любого человека, который пишет там, не знаю, стихотворение, рассказ, роман. Зачем он это делает? Чтобы пришел Урия Гершович, потом сказал, что там написано? Мне кажется, другого смысла... Другого смысла нет, просто понятно, как они рассчитывали только на Урия Гершовича, который придет и расскажет. Все, кто пишут, они рассчитывают на условного Урия Гершовича, который придет и поймет, что они сказали. Ну, кроме тех, кто составляет, например, да... Нет, редактор – это же не автор. Редактор – это же не автор. Это не автор, конечно. Авторы, вот то, что вы говорите, это понятно. Это вот мудрецы. Это вот для них эта логика действует. А для редактора какой-то другой смысл это имело? Нет, для редактора... Должно было иметь. Нет, нет, как раз для редактора по мудрецкой литературы они в каком-то смысле своей редактурой являются авторами. Они создают авторское высказание. Они создают его не потому, что они что-то говорят, а потому, что они определенным образом компонуют. Но здесь как раз наш фрагмент, который мы сейчас читали, мы же видели, что это пинг-понг чей. Там же не атрибутировано, не сказано. Там у нас были Абай, Рава, Равуна. Но помимо этого Талмуд как бы играл сам с собой. Такого рода фрагменты тоже есть. Но я уже говорил об этом не раз, что на самом деле работа редактора – это работа композиционная. Это работа на уровне того, как, собственно говоря, действовал тот, кто выступал с птихтой. Он выходил и с помощью разных высказываний создавал некое новое высказывание, которое возникало из них. Здесь то же самое. Ну, тогда мы с вами можем задать следующий вопрос. Уже не к Куре Гершовичу. Так вот, какова эвристическая и практическая ценность того, что сделал редактор? Можно ли, например, сравнить этот род рассуждений, эту интеллектуальную игру с современными какими-то, ну, допустим, нееврейскими мыслителями в это время? Ну, как сравнительно это выглядит? Это, так сказать, домино во дворе для умных людей, которым делать нечего? Или это нечто вечное? Не знаю, Марк, как вам ответить, вечно или не вечно. Да, это домино для умных людей. Во дворе или во дворе. То есть они считали это, безусловно, важным и ценным. То есть от такого рода говорения, оно про что? Оно про то, где мы, что мы, зачем мы, которая осмысляется определенным образом, исходя из каких-то жизненных ситуаций. Вот у нас есть законы, вот у нас это, и что они значат, и так далее. То есть они в каком-то смысле заняты ответом на вот такого рода вопросы. Насчет практической ценности. Практической ценности не знаю, есть ли здесь практическая ценность. То есть она выливается в определенный момент, в определенную Аллаху, там, предположим, и так далее. Но выливается она не так, как они и того хотели, мудрецы Талмуда, как мне кажется. То есть то, что у нас в средние века возникают, юридические козы, аллахические кодексы и так далее, это в каком смысле противоречит тому, что они себе представляли. А само по себе творчество, так сказать, осмысляющее в рамках определенной, естественно, идеологемы или мифологемы, то, что, собственно, с нами происходит, это вот эта их задача. Кому это нужно, если вы спрашиваете, а нужно ли нам это сегодня? Не знаю. Понятия не имею. Нужно ли. Нет, хорошо. Но мы же с вами можем оценить, например, кубик Рубика. Это замечательное изобретение. Оно не имеет практической ценности, но это очень, ну, как бы талантливая вещь. Это хорошо сделано. Вот я пытаюсь показать, что Талмуд тоже является таким. А, и для вас это так и есть. Мне уже ваша личная реакция интересна. Да, я давно это говорил. Я же с самого начала это сказал. Да, для меня так и есть. Нет, ну, я каждый раз хочу убедиться. И это последнее кусочек тоже для вас так же интеллектуально интересно. Да. Хорошо, спасибо большое. Да, пожалуйста. Окей. Есть еще вопрос Натальи. Если овдовила жена Каэна и нет детей, как действует закон о вероятном браке? Ведь брат жены тоже Коэн. Да, в этом случае, действительно, он, Коэн, может взять в виде исключения. Хотя Коэну запрещено жениться на разведенной женщине и на вдове. Но в данном случае, насколько я помню, он может действительно осуществить этот левератный брак. Ну, хорошо, до следующего вторника. Окей, до следующего вторника. Спасибо. Если можно, такую ремарку. Спасибо большое. Если бы изучение Талмуда все-таки имеет отношение к еврейскому народу, а не только к домино, я бы пожелал, как бы, успехов еврейскому оружию, которое сейчас сражается, в тишине и миру нашим городам, равно как и другим городам в мире. Окей? Надеюсь, что вы не против. Всем счастливо. Пока. Всем счастливо. Пока-пока.